В этом видео мы подключим контроллер двигателя к Ардуино. Мы провели провода от контроллера двигателя под Ардуино. Сейчас нужно понять, который за что отвечает, чтобы решить, куда их подключать. Устанавливаем мультиметр на Open, чтобы протестировать на неразрывность. Когда слышен сигнал, значит, ток проходит. Это поможет нам определить, который провод за что отвечает. Так, если сигнала нет, значит, это не один и тот же провод. А когда слышим, значит, это тот же провод. Так мы узнаем, какой из них какой. Мультиметр поможет определить, какой провод за что отвечает. Возьмем провод L1. Я составил список, куда должны подключаться провода. Итак, провод L1 идёт к контакту D10. Когда будем писать код на компьютере, используем этот список, чтобы знать, какой вход за что отвечает. С его помощью мы будем точно уверены в том, что вся функциональность правильно выстроена. Итак, первый мы сделали. Теперь возьмём второй. Опять используем мультиметр. Теперь провод L2. Провод L2 подключим к контакту 8. Снова поставим мультиметр на Open. Перебираем провода, ищем провод L2, чтобы понять, который провод нам нужен. Итак, это второй провод сверху. Вот где провод L2. Из списка видно, что мы решили, что L2 идёт к контакту 8. Так мы подключим остальные провода. Таким же способом, проверяя непрерывности, подключая их к нужным контактам, ориентируясь по списку. Если у вас будет такой же код, как у меня, то подключите всё точно так же. Мы выложим код в сеть. Я поначалу внёс в список контакт 9, но это было неправильно, и я его вычеркнул. Потому что он, как видно из списка, уже использован. В следующем видео я покажу вам, как подключить камеру и звуковую карту.